привет всем ну чё опять у меня на кухне мы сегодня еще немножко поговорим обо всем о том если мы так кофе да и мы еще с вами между нашим разговором треком нашим мы пожарим рыбеху ментай хочу пожарить ребят пожаренный датчик на улице у нас себя все похолодало короче осень осень на дворе пришла к нам осень так ну что у вас вот так маленько маленечко или наоборот вот сюда репешки лишь уже на нарезала нарезала вот эти не убираю люблю чтобы они прям такие знаешь зажарились а вот прям я их не убираю так сейчас мои хорошие ой свет вернется так сейчас включаем короче включаем эту как раз заправляемся немножко нагреется пошла возьмем кофеек кофеечек кофе кофеек так ну что мои хорошие как мне с вами сделать так как сделать чтобы вы меня и меня видели ночью вам рыба вы знаете как рыбу тоже господи все все известно это я уже так между между прочим что вы поговорить тема то знаете какая будет вы же видите я сегодня прям косметика полностью на мне тема у нас сегодня будет косметика зоне какая в зоне косметика ребят вот мы сегодня с вами обсудим как вообще девчата справлялись с этим я вот сейчас первую партию запущу кофе налью и мы с вами присядем и нормально прям так пообщаемся сейчас я вам немножко буду вот так делать чтобы вы видели мое здесь приготовление вот так даже чуть-чуть отпустить можно сейчас я вот так быстренько в муке обволякаю обволякаю и в сковороду рыбеху люблю вот чтобы были прям ребят не знаю кому как но я их не обстригаю я знаю что многие прямо обстригают вот эти я нет я люблю их погрызть я рыбу зажариваю прям вообще сегодня решила рыбный день у нас ну и поговорим косметички какая у нас девочек косметика в зоне так сейчас мы с вами поставим так что у меня там за шипелки начались так обмакала сегодня тоже с утра я уже пила кофе я уже пила это я с вами поговорить просто опять сделала дело в том что сегодня с утра у меня прям убежала я вот сейчас боюсь что у меня опять оно сбежит слава богу нет так мои хорошие все мы с вами по обмакали это все в это все видели в это видели все теперь я просто вот сюда в сковородочку ой тихо 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 надо брызгать ребят что это что за хрень была воды то нету она у меня уже вся длина а все равно брызгает давайте я ее очень хорошо разморозила очень это срок у меня попадает попадает а у меня размороженное прям вообще а это уберу холодос потому что знаете что мне надо какую-то капитан слупить с кофем прикинь хитрюга вообще хитрюга сама так что у меня здесь подождите ребятки доставим а даже я могу жарится рыбный день ребят моё кафеёчек мой ой мой кафеёчек любимый кафеёчек я чёрный не пью или с молочищем или со сливками просто так чёрный нет так он сейчас немножко остынет короче что у меня здесь началось любим кто ментай ребят я блин люблю ментай вы знаете нам в зоне знаете какую рыбу давали в основном мента это вообще дефицит был нам давали в зоне рыбу селёдку жареную селёдку кстати вот самое что интересно а я вам хочу сказать я прям полюбила мне надо чтобы она прожарилась хорошо отсюда я закрыла крышкой сейчас не кричите не кричите нормально всё на медленном огне не будет как с оладьями кстати и насчет оладьев ну это же вообще ой так чё но это же вообще чудо чудо вообще чё не подсказали мука то блинная была ой а я ещё такая деловая чё то она такая серая чё то она такая серая потому что она блинная вообще улёт видишь у меня я сзади это заколка видишь так заколола заколочка вот здесь вот что-то ну так немножко волосы прибрала блин с вами не приборю не приберёшь вот не приберёшь короче давайте ладно тему обсудим эти скажите мне хорошая косметика в зоне короче косметика значит ребят вот смотри конечно же никакой косметики в зоне вообще нельзя это запрет это запрет на захаданской колонии это запрет это можно у первоходок у первоходок это можно у нас нет причина да конечно было бы неплохо если бы женщина имела такую возможность там знаете всё зелёное поняли у меня всё в тему всё в тему ну конечно было бы здорово когда женщина имеет возможность немножко себя привести в порядок да ну во первых там нет женщин мне один раз прям чётко было сказано где ты здесь увидела женщин когда я обращалась я не буду называть сейчас кому здесь спецконтингент здесь женщин нету женщины все сидят дома с детьми а здесь преступники и никто не будет ничего здесь им улучшать это я тогда знаете ходила выбивала сушилку сушилку чтобы сушить бельё мне вот так вот сказали ну девочки кто сидлили ну с нашей колонии кто меня смотрит они понимают кто такие вещи мог сказать это один единственный мужчина который он вот так вот у него категорично вообще он такой категоричный так ну ладно вопрос не в этом и вот там вот посмотрите короче когда эта зона открылась вот когда она открылась когда поступила ну новое постановление вышло и рассоединить значит первоходов от заходанок ну первоходки это что девочка там да в первый раз приехала сидеть там да и что она может нахвататься у заходанок ну конечно же отсюда делают к тому что ну надо чтобы они сидели отдельно чтобы молодежь может быть она ошиблась один раз а потом больше у нее не будет такого желания и конечно же рассоединяли и была такая возможность колонии была у наших у наших у дам это была возможность они могли могли бы иметь косметику и краситься и все никто бы им бы не запретил вот понимаете никто бы не запретил но вы знаете как эти гражданки нам уливались вот мне надо было сегодня так накраситься чтобы вы поржали вот представь она пол жизни пила 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 у нее губы полностью нос вот так вот кривой господи спаси кривой нос да от того что вот есть такие гражданки они говорят 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 раз заткнись второй раз заткнись не понимаю что естественно собственноручно человек падает на кулак ну что делать все то носа нету то губы разбиты этим скажи мне звездочка или как она называется забыла забыла уже ребят забыла как называть ну короче факт то что вот такая вот хрень что я вам хочу сказать а значит розочкой розочкой губы разбиты розочкой ну кулаком розы не важно чем не важно когда женщина не может закрыть свой рот естественно приходят ну какие то палочки выручалочки получаются и вот представьте вот эта женщина которая жизнью побитая да которая видно на лице видны все праздники все праздники начиная вот с дня рождения и заканчивая вот полностью все праздники человек еще ходит а от нее спиртом пахнет понимаете вот от нее запах спирта стоит и вот эти женщины им дали возможность накраситься ну представьте вы даже себе представить не можете когда начальник колонии зашел в зону и увидел вот это вот эту картину а картина была прям репина написанная маслом умри все живое умри все живое стояли вот эти гражданки буфетчицы с ярко выраженными губами которых нету они разбитые там непонятно что вот эти вот голубые тени голубые тени до бровей до бровей до бровей голубые тени ну короче вот это вот шикардосные вот эти мадамы они стояли значит и юбки раньше же можно было тоже носить каждый божий день представьте вот с накрашенными вот этими губами и глазами и щеками щеками вот такими розовыми красными не знаю и в коротких юбках представьте просто начальник зашел а тогда у нас такой начальник был мужик такой знаете вообще ну сам по себе такой красавец он такой здоровый такой накаченный ну короче все что можно было увидеть всю красоту мужского тела в нем это все было и вот он зашел к себе на работу и вот это картина ну все его разорвало так на вот такие маленьких начальничков его прям разорвало и конечно он все запретил все он сказал никаких юбок никаких никаких а юбки мальчики девочки юбки выдается юбка до колена до колена выдается нормальная юбка но женщины которым уже за пятьдесят они не понимают как может зачем когда ее можно до пупка просто одеть поясок поясок одеть на свою фигуру и вот в этом поиске они решили выйти на общее построение общее ну я сама там не присутствовала ребят я не была но мне это рассказывала моя моя ну обалденно любимая подруга ну зоновская да она с самого начала строила эту колонию вот она мне это рассказывала ну татьяна меня не смотрит я знаю что она не смотрит ей некогда смотреть но мы с ней постоянно на общухе и вот она мне вот эту историю рассказывала но это было что-то сейчас сейчас мои секундочку мои хорошие ух ты уже пятнадцать минут проговорит трела свою 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 ребёху я еще знаю что мне еще надо лучище нарезать потому что я люблю прям чтобы много еще лука было сейчас вам тоже маленько покажу вот видишь ой ребят ароматик ммм рыбёха ммм нажарьте сегодня рыбёхи обязательно вот слушайте значит естественно все запретили ну потому что это вообще я считаю что я смеялась эта трындец она еще так это рассказывала ой ну прям вот от души она смеялась и короче и у нас появился естественно запрет вот в плане этого косметики это стало запрет и как девочки справлялись ну те которые еще девочки при остались при фигуре при лице да вот которые ну действительно не потерялись в жизни а вот всякое бывает да совершила преступления ну вот так вот и они справлялись так я не красилась я вам сразу говорю я в зоне вообще никак не красилась вообще никак вот вообще никак даже на какие-то там праздники я нет у меня ну у меня не было цели я во первых я не вижу зачем я это должна сделать в зоне ну у меня никогда не было я не считаю зачем для чего для кого вопрос мне там было не для кайфа не для кайфа понимаете я там находилась я отбывала наказание и блин мне было не до этого ну девчата красились красились короче это простой карандаш простой карандаш значит они вот и главное чтобы такой вот сердцевинка у простого карандашика была такая знаете такая как мягкая они его вот так вот где-нибудь чаще всего за шканарь вот он оставит зеркало да и вот так вот шканарь короче вот так 49 они его делают и себе делали бровки бровки обязательно красили брови еще красятся безумно модная, значит, в зоне, это черная краска фара, девчата, кто волосы красит, и, естественно, когда девочки красят волосы, там, можно сказать, все стоят в очередь вот за этим, за этой фарой немножечко, чтобы дали этой фары, красятся, ну, значит, бровки и красятся реснички, то бишь, уже когда ты немножко себя выделяешь, вот фары, да, реснички черненькие становятся у тебя бровки с малиной, ну, такие чернобровые, такие, знаете, красотки там находятся, такие чернобровки, короче, я когда в первый раз увидела вот этих вот, я вообще подумала, если честно, вот прям честно вам говорю, я подумала, что человек участвует в какой-то сценке, наверное, вот она себе брови так накрасила, оказывается, нет, это зона, значит, там всегда осторожно брови, осторожно, после воскресенья отряд не узнать, отряд идет в столовую, но не узнать, все, осторожно идут брови, все, сто человек, у всех брови четкие, ну, короче, что говорить, конечно же, девочки, естественно, ну и плюс ко всему, что еще там могло быть, тушь, конечно, есть, есть, ну, это серьезный запрет, не у всех это имеется, не у всех это есть, значит, чтобы сделать какую-то самостоятельную тушь, ну, редкий случай, это на какой-нибудь праздник, знаете, вот делали, да, ну, это опять-таки, это может быть любое мыло, ну, мы использовали хозяйственное мыло, сжигаешь газету, бумагу и бумагу любую нужна, вот именно после горелки, вот эта вот сама штука, все это мыло должно быть такое, знаете, такое, как пластилин, все это, короче, вот так вот перемешиваешь, перемешиваешь, оно черное становится, смоляное, прям за, раньше, помните, ленинградская тушь была, вот девочки, кто помнит, все, вот она заменяет ленинградскую тушь, ресницы больше, чем сейчас у меня, вот такие вот становятся, так, ну, вот такая вот тушь еще может быть, но, короче, значит, блеск для губ, обычная помадка, обычная помадка, вот обычные помадки, значит, это эти, скажите мне, ну, гигиенические, да? Обычная гигиеническая помадка, и ты можешь, пожалуйста, любой красный карандашик там или красная, кстати, красная паста, ты что, гелевые ручки, вообще это там запрет, ни в коем случае нельзя, это раз, и красную пасту тоже нельзя, это два, короче, ну, вот если красный карандаш, ты все равно в ПТУ уходишь, в ПТУ, в училище, там можно найти там красный этот карандаш и все равно как-то выхватить, вырвать, себе, мать, там надо капельку, капельку надо, господи, вот в этот вазелин или что там добавить, вот это вот размешать, чтобы розовенькое стало, так знаешь, губоньки, чтобы розовенькие были, ну, короче, вот так, вот такие вот были, вот таким образом заменялось духи, духи это ленор, ребят, это ленор, который мой полоскатель для белья, пожалуйста, это наливаешь в маленькую бутылочку, я уже рассказывала про это в дозатор, где есть дозатор, да, где брызгалка, и туда водички, ленора, водички, все, и айда пошел, но я не любила ленор, я любила верней бордового цвета, он очень, он напоминал запах, невозможно, особенно шаль, когда ты все вот это набрызгаешь зимой, долго очень держится этот запах, прям долго, и когда тебя на промзону вот так заводят, и, ну, обшмановывают, мне часто задавали вопрос, это духи, что ли, имеешь? Да вы что? Верней, верней, я говорю, что за верней, какой у тебя, я говорю, бордовый, бордовый верней, вот так вот пахнет, ну, замечательно, да, и, конечно же, если у меня появлялся такой верней, я его экономила до такой степени, никогда я им не прополоскаю белье, только брызгаться, только кодухи, так что вот так вот мы с вами пообщались, а, ребят, сегодня мы с вами увидимся, сейчас, секунду, наконец-то я с этим делом справилась, ребят, справилась все полностью, вот у нас наше блюдо такое, короче, ну, рыбеху видно, да, и здесь о лучком, лучок, короче, ребят, такая она прям, знаете, хорошо прожаристая, с лучочком, лучок, который это вообще, просто огонь, сейчас мы будем обедать, короче, ой, и с сухариками, так, короче, мои хорошие, всем, кому понравилось, значит, немножко я вам за косметику рассказала, ну, дальше, дальше больше, не забывайте, кстати, писать, что вас еще интересует, какие у вас есть вопросы, пишите, когда я вижу отдачу, когда я вижу, что вы со мной общаетесь, и есть обратная связь, это здорово, пишите мне, задавайте вопросы, я на них буду отвечать, котяра, видишь, рыбехи ему нарезает, дала, нет, не хочет, он любит у нас сырое мясо, сырое мясо любит, но пошел есть свой сухой корм, рыбеху не стал есть, ну, ладно, пусть кушает, сейчас время обеда, так что всем, кому понравилось вот так, кому не очень так, но это тоже здорово, так что я рада любым вашим отзывам, которые вы оставите на моем канале, ну, и, конечно же, сегодня мои драгоценные будут у нас стрим, это однозначно, ничто не помешает нам его провести, так, короче, поздний, будет поздний, потому что я тогда обещала, что хочу я, чтобы, ну, увидели меня те, кто смотрит в записи, они вот именно в ночной, у нас ночь, а у них там день, вот надо, чтобы люди тоже посмотрели, так что сегодня, скорее всего, что я выйду в 10, в 10 по Москве, ребята, в 22.00 по Москве, поняли? И пообщаемся, так что, ну, все, давайте, пока, стрим будет называться стримерша, все, все, с вами было приятно очень, все, пока-пока, будем мы обедать. Субтитры создавал DimaTorzok